На этих выходных ко мне в гости приехал мой замечательный друг Игорь Батяков. Он является самым классным могилевским режиссером, постановщиком, сценаристом, просто классным парнем. Поэтому не пропускайте это видео и посмотрите, что творят наши земляки. Смотрим. О, ты такой! Как-то проездом я бывал в Любужем и оттуда узнал такую сленговую фразу, как дисперсия. Она никак не связана ни с физикой, ни с какими-то другими науками, хотя психологией и наукой это связано, потому что дисперсия – это депрессия. И мне кажется... Да, почему депрессия? Да. Мне кажется, что... Ну, как шуточное название депрессии. С психологами? Да. Типа, из-за дисперсии вскрылся, прикинь. Как луч от фонарика взял и вышел в окно. И мне кажется, что большинство людей, которые ждут Новый год, как какую-то дату, в которой что-то пойдет хорошо. И из-за этого их и вбивает какую-то дисперсию, ее же депрессию. Да. Но она же дисперсия в нашем ролике. Потому что Новый год, он накладывает какую-то ответственность, какие-то итоги лишние. Из-за этого, да, из-за этого человек загоняется и лучше ему не становится. Да не трогай ты микрофон! Хорошо, хорошо. Я думал, такой, порвать танцпол. Вот так еще, как елочка. Почти все эти новогодние клипы, музыка, да вообще весь маркетинг, вот эти вот, как-то капитализм, настроен на то, что ты должен купить, якобы порадоваться, зачеркнуть эту дату в календаре. Но это приводит, как я уже сказал, к негативным посредствиям, да. И вот я решил сделать новогодний клип, который показывает это, то, что не просто не все так хорошо, а не стоит загоняться из-за дат каких-то. Даже не обязательно, что это Новый год, день рождения. Много человек может быть. Понедельник знаменитый, да, когда вот новую жизнь хотят начинать с понедельника. Да, начни сейчас, вот, вот. Хочешь стать веганом, просто он не забирай у кошки еду, и все. И мне не нравится, ну как, не нравится, но в музыке я не особо разбираюсь, но решил сделать именно рок, такой даже как больше русский рок, который нацелен на слова. Я бы сказала, что это очень могилевский вайб. Ну, в музыке я чувствую, что у меня Могилёва очень много. Ну, на самом деле, да. Ну, прям это, ну, прям это, прям Могилёв. Вот слушаешь, и такой, это Могилёв, детка. Депрессивное состояние в Могилёве. Да? Потому что... Ну, на Могилёве живём, чё нам радоваться, ну хоть этих конфетки рачков поедим. Кали меня не хтось ты чуе. Я ведаю, меня не докладно не хто чуе. И я спадзиюся, разумею мою мулу. Бо я опошний человек на планете Земля, який размовляет по Беларуську. Ранится и у вечера, я выходжу у эфир на хэтай жастате. Подайте мне, хоть я кинь-нибудь знал, как ведать, что всё это недорывно. И я терпливый. На самом деле, Игорь, вот ты вот снял такой клип замечательный. Ты вот говоришь, идею ты черпал откуда? Из-за того, что всё тлен, из-за капитализма, из-за всего вот этого. Из-за культа Нового Года, который вгоняет людей в депрессию. Может, кому-то это нравится. Может быть. Я хотел поднять эту тему. Начнём с этого. Более того, например, согласен. Вот если я, когда работаю над короткометражками и пишу какой-то грустный сценарий, да, меня-то самого тоже, я не могу как-то отстраниться от этого. Поэтому, да, здесь тоже во время написания приходилось себя как-то, ну, невольно в какое-то такое, не на позитиве писать. Ну, это всё индивидуально. Каждый пишет в своём. Кто-то, может, там, не знаю, как там, актёр этот, который играл, озвучил Аладдина в оригинале. Последний его фильм был «Ночь музея». Так вот, он, там, снялся в комедии и повесился на следующий день, как бы. Да. Ну, он в депрессии был. Как-то Курт Кобейн сказал, что... То, что у меня дома есть ружьё, не значит, что я им воспользуюсь. Ну, слабее, Игорь. Так, к тему того, что это всё маркетинг ты поднял до всего всего, да? Так, хорошо. Вот мы, допустим, празднуем, не ходим в этой эфронии, в этой постоянной, знаешь, тревожности о том, что надо подарить подарки. Что ты предлагаешь к Курт Канатилу? Ну, не за... Релакс. Это, возможно, тизер следующего какого-то, не знаю, видеоролика. Потому что надо постараться, что у меня, конечно, не получается, меньше, так сказать, брать до головы, меньше заморачиваться, пытаться быть на расслабоне. Я хорошо помню свои моменты университета, где я перед... Я не знаю, почему там есть, ну, блин. Я каждую неделю стоял у деканата с заявлением на... Да, вот у меня жизнь такая, да? Сначала я хотел со школы уйти, потом с универа, теперь я пытаюсь уволиться. Ну, видимо, не чувствую себя на своем месте. Это очень философский, на самом деле, вопрос. А если пофантазировать, то... Я не знаю, где я хочу себя... Если пофантазировать, а не то, что я хочу... Где тебе компактно? Как ты думаешь? Я не знаю, где мне комфортно. Я с одной стороны, например, очень нуждаюсь в социуме. При этом иногда... Блин, пожалуйста. Да. Можно, пожалуйста, в шкафу пожить пару недель? Как Гарри Поттер. Подвесницы. Ну, разные вещи. Ладно. Так что, кстати, слышали теорию? Ну, это популярное, что Гарри Поттер все выдумал, потому что у него тоже психическое расстройство возникло из-за того, что он жил вот в этом вот... Ну, типа, его огнобили все, он жил где-то в подвале. Из-за этого вот он... Все у него в голове, что он волшебник, герой какой-то и... А, то есть это все... Это его... Ну, есть мальчик, который сошел с ума, которого держали в каком-то... Именно так. Вот видите, как все гуманное общество влияет на... Интерпретацию некоторых рассказов. Да. Идиот. Да, да. Я такой же вспомнил момент, когда смотрел обзор на даже ночного человека. Какой-то кинофестиваль был, и там обзор 30-минутный на вот фильм. И они там про лабиринт Минотавра, что вот главный герой, это вот аллюзия на лабиринт Минотавра, который вот он движется. И еще там, типа, а вот эти вот, они, ну, пиксельный мультфильм, это тоже вот отсылка на греческую мифологию. А я такой, ну, я просто не знал, как сделать бой между двумя людьми, типа, ну, не драку же делать, ну, поставлять. И решил пиксельный. А пиксельный уже привязал к тому, что якобы вселенная сжалась. А мне тут эта вот отсылка на греческую мифологию. Теперь я буду все говорить именно так оно и было. Игорь, вот подходит к концу 2022 год. Вот, какие ты итоги бы подвел и какие бы цели ты себе поставил? А я скажу, что я... Мне не хватило времени, но это... Но я сделал все, что я хотел. А больше мог? Мобокло. Да. Если бы сам пленится сказал. Больше мог. Да. Потому что очень много людей ждут идеального момента какого-то, подходящего. И в моем окружении тоже все там, вот, там, не знаю... Вот будет это. Да, вот я, не знаю, постригусь, и потом, вот потом я сниму какой-нибудь ролик там. Или, вот, я, вот, будет желтая листва, тогда я, там, спою в лесу. Ну, это, причем, это прямые эти... Я сейчас не из головы взял, вернее, из головы взял, но реально примеры, которые люди оправдывали. Так и я мог бы сказать, ну, меня подставили с гаражом. Ну, значит, в следующем году. Да. И я вот уже, Таня, это писал, и мне эта фраза сильно понравилась. Что, ну, меня пытались задеть этим, возможно, что, Игорь, у тебя отсутствует стремление к перфекционизму. И, как говорится, надо быть лучше, делать лучше, но всегда делать, да. Первое слово делать, а второе уже лучше. И вот что ты думаешь, например, вот по планам? Мало фильмов. Что ты можешь выложить в два сейсинга? Звук. Да, начнем со звука. Второе, мы начнем с охвата, то есть мало людей знает, например, об этом. Более улучшить монтаж. Практически все надо улучшать. Например, вот такая одна мелочь. Я, когда веду репортажи, эти опросы, я говорю слово «а». Ну, «а», вот так, и что-то спрашиваю. А вот хорошая, там, погода сегодня. Вот, это «а» надо убирать. Ну, не на монтаже, а в голове у себя. И не говорить, это «а» непонятное. За этот год был выпуск репортажа, который я, кстати, и не выпустил. Это один из тех, которые, возможно, пойдут в шоу уродов. Выпуск в Санкт-Петербурге, где я спрашиваю людей, в чем же сила? Вот скажи мне, американец, в чем сила? Такой немножко банальный вопрос. Я решил в Питере. И чем им нравится Питер? Питер, 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 Питер. Санкт-Петербург. Также за этот год я выпустил две короткометражки, минутные. В одной из них была написана индивидуальная музыка от Михаила Снарского. Питер, 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 Питер. Новогодняя. Может быть, пора перешагнуть на следующую стадию и снять крип? Ой, снять мюзикл? Бесконечность не придет. Ну, если это захотеть мюзикл, то там должно быть хотя бы 4 песни. А это по 3 минуты, это уже 12. Плюс 25 минут, значит, должно быть как минимум, потому что... Ну, не только что будешь петь. Особенно если это подкаст. А я еще и больше денег сниму. Ну да. Почти все нормально. Да, безусловно. Мюзикл. Мюзикл. Мюзикл, я снимаю с самого начала года. Мюзикл. 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 На тему, что я говорил про дисперсию, что привязан к дате. Ну, как раз таки снять человека. Его условный год жизни. В том плане, что день рождения его снялся. Новый год. Ну, еще какие-нибудь там даты подобрать. Хорошо. Не пугай ее. Пусть она добровольна. И вот. Это, как говорят, что сложнее всего снимать детей и животных. Так хватит уже. Да хватит уже. Можно собираться в грин. Игорь, пожалуйста, попрощайся со своими. Попрощайся. Пожелаю всем хорошего. Да. Вспоминая творческих людей. Не, в этом разговоре мы повспоминали многих творческих людей, которые закончили жизнь самоубийством. На этой торжественной ноте мы прощаемся с вами в этой уютной гирлянде. До новых встреч. На. Да. Там была удаленная строчка, которая не влезла в ноты, смотря на экран неестественных красок. Ну, вот смотрите на экран неестественных красок. Следите там за моим каналом. Лайки, подписчики, колокольчики. Что у вас еще есть? Рабы, может, какие-нибудь. Еда. Хотя еда не сильно нужна. Кошка сделала сальто. Всем пока. Окошко. Куда она все спела вывести? Ага. Просто я так думаю, неужели она столько отстала. órioфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфельфель Продолжение следует...